Всем привет! В этом видео расскажу как проверить массу на автомобиле Если не крутит стартер Щелкает тящее реле Но стартер не крутит Либо стартер крутит, но Обороты низкие, для пуска не хватает В общем, мощности недостаточно Так, самый главный признак того, что на автомобиле плохая масса Это когда мы Включаем зажигание Ключ поворачиваем на старт А на панели приборов тускнеют лампочки Либо они совсем тухнут Вот в этом случае нужно проверять массу Так, первым делом нужно проверить аккумулятор Проверку можно сделать с помощью лампочки Галогеновой такой, например Вынуть ее можно с фары Подключаем эту лампочку к аккумулятору Она должна гореть в полный накал Далее идем, садимся за руль И пробуем запустить двигатель Так, ключ на старт поворачиваем И наблюдаем за лампочками Когда включаем стартер Лампочка, которая подключена к аккумулятору Должна гореть так же в полный накал Допускается немного, чтобы накал уменьшился Вот И смотрим за лампочками на панели Та лампочка горит в полный накал А эти лампочки, например, у нас немного тухнут Вот в этом случае аккумулятор, значит, исправен Полностью заряжен А возможно плохой контакт массы с двигателем Если же, когда мы включаем стартер Вот эта лампочка, которая подключена к аккумулятору Тухнет Точно так же, как и лампочки на панели То вот в этом случае Причина в том, что разряжен аккумулятор Дело не в массе Далее Проверка массы То есть нужно определить Есть ли утечка тока на вот этом проводе И на всех контактах На вот этом Вот здесь вот К двигателю прикручивается Так Подключаем лампочку К плюсу аккумулятора Одним контактом А вторым контактом Подключаем ее уже к массе двигателя В удобном месте Лампочка загорелась Включаем стартер И наблюдаем за лампочками Если лампочка потускнела Либо совсем бросила гореть То в этом случае Есть утечка тока На вот этом участке цепи То есть массы Нужно проверять контакты Те места, где плохой контакт Они обычно греются у нагрузки То есть можно проверить это все рукой Либо можно определить место В котором плохой контакт Также с помощью лампочки То есть последовательно ее Подключать к разным точкам цепи То есть сюда Сюда Идем уже к двигателю Подключаем Проверять массу нужно только в нагрузке То есть при включенном стартере Если ее просто проверить мультиметром То есть прозвонить сопротивление Либо лампочку подключить Без включенного стартера То возможно, что контакт будет нормальный При такой проверке Но когда стартер включится Там потребление только большое 200-300 ампер То двигатель начинает трястись Провода трясутся тоже И контакт может периодически пропадать Сопротивление может быть Где-то вот в этих соединениях В клеммах Большое И на этом сопротивлении В нагрузке будет просадка напряжения Но если нагрузки не будет То большой там например Лампочка потребляет намного меньше ток Чем стартер И просадки напряжения уже такой не будет То есть проверяем массу Всегда только при включенном стартере Когда большая нагрузка подключена Но если есть мультиметр То лучше эту проверку сделать с помощью него Потому что можно более точно определить Есть просадка напряжения На контактах, на проводах Где-то То есть как проверяем Подключаем Сначала подключаем мультиметр к аккумулятору Предел измерения 20 вольт И включаем стартер Смотрим за напряжением Напряжение просело 10,7 вольт Но здесь стартер крутит Но если он не крутит То так же можно посмотреть За падением напряжения Так, далее 10,7 вольт Запоминаем Подключаем Плюс оставляем на аккумуляторе А минус подключаем К массе двигателя Точно так же как и с лампочкой Так Тоже включаем стартер Смотрим за падением напряжения 10,2 вольта То есть Утечка небольшая есть На массовом проводе На вот этом 0,5 вольта Здесь Когда проверял на аккумуляторе Было 10,7 вольта А когда проверил на двигателе Стало 10,2 вольта То есть 0,5 вольта Есть утечка на массе На вот этой Но это допустимо То есть Если утечка большая Стартер не крутит Например Проверили мы На аккумуляторе Тут 10,5 вольт А на массе двигателя Проверяем Тут уже стало 7 вольт Там 9 вольт Стартер не крутит Вот в этом случае Масса плохая Где-то Утечка напряжения Как раз таки На вот этом проводе Вот в этой цепи На контактах Ну Падение 0,5 вольта Это допустимо Если больше То уже нужно Искать место Плохого контакта В принципе Все Всем пока Подписывайтесь на канал